Лысогорские санки стартуют уже завтра в 10.30 утра. Все выходные от магистральной до места фестиваля будет усиленно курсировать общественный транспорт. Праздник готов принять тысячи гостей, в том числе и на личных автомобилях. Если вы боитесь заблудиться, то отбросьте свои страхи везти по трассе к Лысогорским санкам. У вас будут вот такие веселые волчата. Для удобства посетителей организаторы разработали схему проезда, а все важные повороты и направления сопроводили крупными и контрастными баннерами. Заезд на территорию лысогорских санок легко найти и по ориентиру, прямо напротив вышки связи. Фестиваль поработал над ошибками и теперь для автолюбителей организована обширная парковка. Да и о пробках на въезде можете навсегда забыть. За счет того, что было организовано должным образом движение, вы можете наблюдать ограждение вдоль обочины знаки. Также вы здесь можете наблюдать значительно расширенные парковочные места в разы, скажем так, даже в десятки раз. В настоящий момент расчищено порядка полутора тысячи мест. Парковочных. Продолжаем работать, в планах увеличить до пяти тысяч. В первый день гостей ждет трофи-рейд и уникальный тракторный биатлон. Мишени и трассы уже готовы, как и зрительская зона. На центральной площади расположилась сцена. Декораторы заботливо превращают сугробы в уютные фотоуголки. У нас насыщенная программа, есть центральные события. Но у нас просьба ко всем зрителям, чтобы приезжали заранее, спокойно парковались, прошли по всем нашим локациям. Очень много фотозон, активности для детей. Очень много призов можно выиграть в разных состязаниях. И, конечно же, просьба одеваться теплее, несмотря на термометр, что у нас плюс показывает. Завершать программу каждого из дней будут концертные выступления и народные караоке. Коллективное исполнение зимних русских песен. В общий хор голосов вольются и сотрудники нашего телеканала. Пока съемочная группа будет ловить значимые моменты праздника, телевизионные сани с моими коллегами на борту не раз покорят косогоры при Тамбовье. Захватывающий дух спуск запечатлит от первого лица импровизированная видеокамера. Как вы заметили, камера довольно детально сделана, однако она аналоговая, то бишь пленочная. Сейчас мы работаем на цифровых камерах. Кстати, у нас есть и пленка, правда не видео, а аудионоситель. Так что поедем под аккомпанемент группы «Ледзеппелин». До встречи на склоне Лысых гор. Павел Ярасов, Дмитрий Наякшин, Ольга Кириллова, Область новостей. Продолжение следует...